Коронавирус захватил организм почти 5,5 миллионов человек по всему миру. Больше 2 миллионов выздоровели. Пик эпидемии фиксируют в Латинской Америке. В Перу заразились свыше 100 тысяч жителей. 3 тысячи жизней спасти не удалось. В Бразилии число инфицированных перевалило за 310 тысяч. Там COVID-19 убил каждого 15-го. Минздрав оперативно изменил протокол лечения. Противомалярийный препарат хлорохин теперь принимают на всех стадиях болезни. Я думаю, пока недостаточно проведено исследований по хлорохину ни в Бразилии, ни в других странах. Необходимо убедиться в его эффективности. Так что нужны дополнительные и более глубокие исследования. В Старом Свете новая жизнь. Британцы возвращаются на работу, продолжается послабление карантина. Тем не менее, власти Соединенного Королевства призывают граждан носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В поездах повесили емкости с антисептиком. Пассажирские потоки разделили. Как еще защищают пассажиров на транспорте? Я думаю, что на станциях с высоким пассажиропотоком вы увидите больше сотрудников метрополитена, которые будут контролировать и регулировать передвижение людей, в том числе на входе в подземку. Карантин для путешественников. С 8 мая всех прибывших в Великобританию отправят на самоизоляцию. Две недели один на один. Нарушители оштрафуют ни много ни мало на тысячу евро. Исключение для госслужащих, медиков и сезонных рабочих. Мы будем проводить выборочные проверки. Иностранцам, которые не станут выполнять наши требования, откажут во въезде на территорию страны. По другую сторону Ла-Манша уикенд продолжается. Несмотря на ограничения, люди вышли на пляжи, загорают. В Италии до сих пор не могут поверить, что пик эпидемии пройден. В больницах остаются менее 10 тысяч коронавирусных больных. Завтра здесь откроют кафе, бары, магазины, парикмахерские церкви и музеи. Открыться не значит тут же выправить экономическую ситуацию. Доходы будут невысокими. Мы занимаемся развитием локального туризма. Рассчитываем на приезд жителей нашей коммуны, нашего региона. Диагноза полчаса. В белорусских поликлиниках появились экспресс-тесты на COVID-19. Контакты первого уровня сдают анализ дома. В лабораториях вирус выявляют с помощью реагентов. У медиков благоприятный прогноз. Мы оценили ситуацию в Витебске, где мы видим явное снижение заболеваемости пневмониями и уменьшение количества пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Отрадно о том, что мы регистрируем снижение заболеваемости пневмониями в городе Минске. И в Витебске онкодиспансер вернулся к своей привычной работе. Там уже выполнены первые 30 операций. Бобруська держит руку на пульсе безопасности. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в очередной раз проверили ритейл и общепит. Рейд пришелся на Санту в седьмом микрорайоне. Каждая уборка с применением ДЭС-средств в обязательном порядке. Конечно, конечно. У нас есть камистра, конечно. Даже 20-литровая. Спустя две минуты в торговый зал выносят несколько видов антисептиков для обработки рук, оборудования, полов, дверных ручек, корзинок. Так, дальше полидез. Полидез мы разводим, обрабатываем, получается, все поверхности. Утренний фильтр или так называемый журнал здоровья здесь как будто настольная книга. Температуру измеряют перед каждой сменой. Сотрудников с недомоганиями отправляют домой. Советуют вызвать врача. Правила безопасности распространяются на весь общепит кафе, рестораны, бары. С нарушителями разговор короткий. Было проверено более 240 объектов. И нарушения в части профилактики распространения коронавирусной инфекции были выявлены в 55% случаев. 45 объектов была приостановлена деятельность. Внезапные инспекции проводят регулярно. Смотрят, как соблюдается социальная дистанция. Проверяют чистоту и экипировку сотрудников. Они должны быть в маске и перчатках. Кристина Риянс, Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели.